Доброе утро, амурчане! Доброе утро, и мы рады приветствовать вас, наши телезрители, нашего утра, которые смотрят нас как по телевидению, так и на канале Инстаграм. Хорошо, что таких становится все больше и больше. Мы рады приветствовать вас в этой студии. Надежда Пархунова, Андрей Добрый, еще раз здравствуйте. Ну, а мне хотелось бы начать это утро с небольших вредных советов. А давай. Вот так, повеселимся немножко. Андрей, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя такие друзья, которые присылают тебе в Инстаграм, на Ватсап, ну, в общем, на телефон, различные пожелания доброго утра, картинки, пожелания доброго утра? Я понял, о чем ты, да, есть такие, есть такие люди. И вот ученые доказали, что нет ничего лучше раздражить человека, как прислать ему вот такую картинку. Ну, на самом деле, я отчасти бы согласился с этими самыми учеными, потому что, действительно, может быть, немножко раздражает, но надо же понимать, что люди действительно желают доброго утра и хорошего настроения. Поэтому лично меня это сильно не раздражает. А может быть, кого-то это даже подбодрит утром. Вот, ну, никто ему не пожелал доброго утра, а тут вот Вася взял и прислал, и сказал, доброе утро вам. Надеюсь, мы вас не раздражаем своими пожеланиями замечательного доброго утра в этот день. Ну, и давайте прямо сейчас расскажем о том, что нас с вами ждет в ближайшие минуты. В рубрике «День в истории» вспомним события, происходившие в разное время в Амурской области 6 ноября. Расскажем, как благовещенец продал зуб мамонта, научимся сделать слаймы. А Ростислав Азизов освоит новый вид творчества – цирковое искусство. Будем говорить о необходимости принятия закона об ответственном родительстве и даже разучим несколько танцевальных движений. Ну, а прямо сейчас давайте прервемся на небольшую, но очень полезную паузу. Новости в эфире Амурского областного. Через 10 минут продолжим встречать это утром вместе. Ну, а мы продолжаем наш эфир, поговорим еще раз о дате 6 ноября. Сегодня, 6 ноября, открывается Международная неделя науки и мира. Кстати говоря, эта дата для каждого года уникальна. Также в этот день, в 1991 году, президент нашей страны Борис Ельцин на тот момент издал указ, который прекратил на территории России деятельность структуры КПСС и коммунистической партии РСФСР. Предполагалось национализировать их имущество. Ну, а в 2012 году, 6 ноября, Владимир Путин назначил министром обороны России Сергея Кужегетовича Шойгу. Он сменил на своем посту Анатолия Сердюкова, который ушел в отставку. Ну, а что же случилось интересного в Амурской области в этот день, расскажет Оксана Холодова в рубрике «День в истории». И начнем обзор с трагического случая. 6 ноября 2009 года в селе Мостовой Белогорского района во время тушения неконтролируемого пала погибли пятеро местных жителей. Четверо взрослых и один ребенок. Они бросились на тушение горящей травы, защищая свои дома. Пострадал и начальник поста 20-й пожарной части, который, спасая людей, получил ожоги рук и ног. В аптеке Приамурья поступили в продажу медицинские маски – 240 тысяч штук. Из-за подъема заболеваемости ОРВИ и свиного гриппа амурчане раскупали их с молниеносной быстротой. Защитить себя можно было маской китайского производства за 5 рублей и немецкого за 15. 6 ноября 2009 прекратили работу все кинотеатры Благовещенска. По решению Управления Роспотребнадзора их закрыли на карантин. В 2012-м АЗС Приамурья возобновили продажу бензина. Несколько дней топлива можно было купить только оптом. Кстати, стоимость нефтепродуктов увеличилась на 30 копеек. Средняя цена, к примеру, 92-го была равна 30 рублям. А в Белогорске чиновники проверяли качество школьной еды. Они приглашали принять участие в проекте и общественников, которые помогли выявить и устранить нарушения, связанные с организацией питания детей. В 2013-м троллейбусы начали ходить по улице Ленина в Благовещенске. Из-за расширения маршрута плату за проезд не повысили. Билет стоил 16 рублей. Правда, такой маршрут существовал недолго. Спустя три года в 2016-м Амурчан приобщали к прекрасному. На железнодорожном вокзале Благовещенска открылась выставка картин. Стены вокзала украсили 12 работ и 30 фоторабот. Это пейзажи Благовещенска, натюрморты и портреты. В 2017-м предприимчивый Благовещенец продавал зуб мамонта. За килограмм древности просил 1500 рублей. 450 тысяч рублей собрали артисты для строительства храма в Благовещенске. В ОКЦ прошел благотворительный концерт, на котором выступили вокальные, танцевальные и цирковые студии и коллективы. Таким образом, юные таланты поддержали возведение храма Ксении Петербургской в микрорайоне Благовещенска. Ну а мы напомним, что ноябрь – это наш месяц. 23 ноября Амурское областное телевидение отмечает свой юбилей. Нам 10 лет. И по этому поводу мы объявили интерактивный конкурс. Да, поздравить нас можно абсолютно любым способом. Вы можете прислать видео поздравления, текстовое поздравление, стихи написать, тортик испечь, танец исполнить. В общем, фантазии есть, где разгуляться. И вот все ваши поздравительные моменты отправляйте на наш WhatsApp. Его номер 8-914-596-4040. И также можно присылать в наш директ-инстаграм. Аккаунт Амуробл, подчеркивание ТВ. Самые интересные фото, видео и подарки мы обязательно покажем в эфире. Ну, а зима вступила уже в свои законные права. Температуры установились уже совершенно четко на минусовых отметках. К счастью, еще не очень низко и не так холодно, но зато и снег. Да, есть снег, и даже это как-то немножко радостно, потому что вот эта пыль, которая летала по всему городу, уже немножко поднадоела. А тут выпал снег, и хорошо, и даже как-то вот уже прям на душе по новогоднему. Потому что чувствуется приближение нового года, объявляем, друзья, можно официально начинать готовиться к новому году. А к чему нужно готовиться в плане погоды, давайте-ка посмотрим прямо сейчас на Амурском областном. Наверняка многие из вас держали в руках некую такую блестящую, интересную, приятную к рукам субстанцию, которая выглядит как жидкость, но совершенно ведет себя по-другому. Так называемая не ньютоновская жидкость, то есть вещество неподвластно физическим параметрам, которые описал для жидкости ньютон. Вот я так замечу. Я понял, я понял, что ты имеешь в виду. Я даже понял, как называется эта игрушка. Она называется слайм. И более того, эта самая игрушка сейчас очень популярна у современных детей. Они создают целые сайты, на которых делятся рецептами, как сделать ее в домашних условиях. И более того, даже продают этот самый слайм. Ну и прямо сейчас в этой рубрике, ой, мамочка, мы узнаем, как же можно изготовить слайм своими руками, но при этом не повредить ни квартиру и сохранить нервы родителей. Внимание, вас ждет сюрприз. И прямо сейчас мы предлагаем вам сделать фотографию на фоне сюжета, который сейчас начнется. Но главное, чтобы был виден логотип Амурского областного телеканала. И прислать это самое фото на наш редакционный WhatsApp. Его номер вы видите сейчас на экранах. Кто сделает это быстрее других, тот как раз-таки получит тот самый слайм. Доброе утро, друзья! Наверняка каждый родитель знает, что такое слайм. И сегодня мы будем делать этот самый слайм своими руками. Итак, моя соведущая, эксперт по слаймам Лиза Скляр. Лиза, доброе утро! Здравствуйте! Что мы будем сегодня делать, что нам для этого понадобится? Мы будем делать слайм. Нам понадобится для начала мисочка, в которой мы будем все делать. Ложка, в которой мы будем все перемешивать. Клей, крем вот такой. Пена для бритья. Шампунь, любое мыло, жидкое, что угодно. Мыльщийся, пенящийся. Загуститель, который сделает наш слайм густым. И для дизайна нам понадобится краска. Можете взять любую. И шарики. Так, первым делом нам нужно добавить клей. Ты уже на глаз, да, все делаешь? Да, у меня наметанный глаз уже. Лиза, сколько ты уже, какое время ты уже увлекаешься слаймом? Ну, года три, может, да, года три точно есть, даже четыре. Второе, что мы добавим, это, наверное, крем. Теперь нужно добавить нам пену для бритья. Да, простите все папы. Так, нам нужно добавить ее одну ложку. Берем специальную красную ложку. Вот столько примерно. Добавляем. Теперь нужен шампунь и любое мыло, как я уже сказала. Тоже два нажатия, как и крема. Раз, два. Все, готово. Теперь это нужно все очень хорошо перемешать, чтобы слайм не получился комочками или что-то подобное. Я вот это вот все сейчас, что здесь стоит, это я сама все придумывала очень долго. Это твой собственный рецепт? Да. Ух ты. Окончательный ток перед загущением слайм должен получиться примерно как клей изначально. Чуть-чуть пожиже и, скажем так, покремовее. Берем загуститель. Это у нас тетраборат натрия. Вот столько мы добавляем тетрабората и вот столько воды. У меня так получается. Для меня это очень удобно. И главное не добавлять огольный, скажем так, чистый тетраборат натрия, потому что у вас будет комочек. Так, давайте его теперь покрасим. Я для этого выбрала желтую краску. Так, о, шикарно открыть в первый раз. Такой утренний слайм, настроение. Так, желтенький очень красивый. Так, все, мы добавляем украшалку, да? Да, шарики. Ну что, друзья, наш слайм готов. Вот такой вот солнечный, утренний. Элиза, спасибо тебе большое за то, что научила. Ну а вы просыпаетесь. Доброго всем утра. Не о развлечениях, а о воспитании и защите детей. Поговорим сегодня с нашей гостьей. В студии Наталья Третьякова, уполномоченной по правам ребенка в Амурской области. Наталья Павловна, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Наталья Павловна. Сейчас в области проходят такие активные общественные слушания по поводу принятия закона, нашего Амурского закона об ответственном родительстве. Что это такое? Почему нужен закон такой? Действительно, вчера прошли общественные слушания. Мы привлекали всех заинтересованных лиц органов власти, федеральные органы власти, родительскую общественность. У нас присутствовали и научное сообщество в лице БГПУ, общественная палата, члены, и даже у нас присутствовали представители церкви Благовещенской епархии. Обсуждали вопрос, быть или не быть законом Амурской области об ответственном родительстве. Для чего этот закон? Какие категории затрагивает этот закон? И какие ожидаемые результаты? Все это было представлено, обсуждено и в итоге все присутствующие обозначили необходимость такого закона с учетом наших реалий, с учетом наших условий и особенностей. Ну вот если очень кратко, то есть получается этот закон обязывает родителей быть ответственными? Так получается. Да, вот вы знаете, в последнее время у нас слово «ответственное родительство» стало таким достаточно модным, мы его слышим везде, да, это достаточно такой, можно сказать, мейнстрим. Но что такое ответственное родительство? Кто-то может сказать? Ну понятие на самом деле достаточно такое расплывчатое. Да, каждый понимает это по-своему. В этом законе предлагается формулировка «ответственное родительство». Мы вчера очень по этому поводу хорошо побеседовали, скорректировали эту формулировку, обозначили ее в законе. И, конечно, мы будем работать, не только мы, но и те органы, которые обозначены в этом законе, на формирование ответственного родительства. В том числе и обозначены меры, которые формируют, развивают эту родительскую ответственность. А вот тогда вопрос сразу по поводу защиты детей. А кто чаще всего обращается как раз-таки за помощью? Ну, само собой, если права ребенка нарушены, может ли ребенок обратиться? Или, может быть, соседи позвонили? Или, может быть, родственники? Кто чаще всего приходит к вам за помощью? Все категории населения могут обратиться к уполномоченным. То есть даже не родственники? Даже не родственники. Я вам скажу более того. Уполномоченный по правам ребенка принимает анонимные сообщения, если эти сообщения касаются угрозы жизни и здоровью ребенка. Все сообщения мы рассматриваем. И к уполномоченному стекаются сообщения даже с телефона доверия для детей, родителей, подростков в Амурской области. И еще у нас действует в Амурской области телефон под названием «Ребенок в опасности». А как у нас? С мобильного. Что бы сказать? Конечно, с мобильного телефона это номер 123. Номер следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области. Какие чаще всего преступления совершаются в отношении детей, ну, пусть, допустим, у нас в области, которые бы рассматривали и держали на своем контроле? Ну, вот преступления совершаются, к сожалению. Не хотелось бы раскрывать их. Ну, просто чаще всего. Как это? Побои, да, например? Да, это побои, это неисполнение родительских обязанностей в виде оставления в опасности детей, несодержание ребенка материальное, психологическое воздействие и так далее. По данным комиссии по делам несовершеннолетних, это коллегиальный орган, в который входят все субъекты профилактики, более 80% поступающих дел в комиссии по делам несовершеннолетних, это дела о неисполнении родительских обязанностей своими родителями. Туда же входят и самовольные уходы детей из дома. У нас они, к сожалению, увеличились. То есть не от хорошей жизни, получается, дети уходят из дома? И это есть такая проблема. И есть детско-родительские взаимоотношения, это тоже очень большая проблема. У меня такой вопрос, а почему так случается, что такой большой процент вот таких вот происшествий? То есть наши родители, они, не знаю, не созрели что-то для родительства, не образованы. Не знаю, что это такое быть родителем. Так цифры как раз говорят об этом. Я не хочу сказать, что у нас все такие родители. У нас масса замечательных, ответственных, позитивных родителей, которые знают, которые понимают и поддерживают своих детей во всех проявлениях, которые знают законодательство, обращаются к законодательству, к уполномоченным по правам ребенка, в другие структуры. Но, к сожалению, есть такие родители, которым закон не указ, которые считают, что их задача только ребенка воспроизвести на свет, а все остальное – это уже дело других органов власти. Конечно, нет. И семейное законодательство, и предлагаемый нами закон говорит о том, что развитие, существование и содержание ребенка, забота – это прежде всего прерогатива родителей. Именно родитель должен первый и самый основной, кто позаботится о ребенке, о его развитии. Воспитание его жизни. Воспитание, как он дальше будет жить. Какая ответственность за нарушение этого закона предусмотрена? Данный закон не предусматривает ответственность, потому что это обязанность федерального законодательства установить ответственность. Наш закон предполагает меры, которые родитель может получить в качестве помощи, в качестве популяризации каких-то положительных моментов, помощь психолога. Он благодаря этому закону узнает, куда можно обратиться и получить эту помощь. Потому что некоторые родители и хотели бы помочь своему ребенку, хотели бы детско-родительские отношения сохранить, но они не всегда знают, куда можно обратиться, где эту помощь получить. Закон направлен на сохранение кровной семьи для ребенка. Для того, чтобы были сформированы разные структуры, правильно, помощь, объяснение. То есть закон будет нести небольшую все-таки в бюджете области статью или нет? Нет. А как? Добровольцы? Это будут обозначены меры исполнительных органов власти, организаций, подведомственных учреждений по помощи, поддержке семьи, родительства, ответственного родительства. По-моему, это замечательная инициатива. Мы желаем вам, чтобы этот закон был принят, чтобы все поправки, которые будут внесены, его только улучшили, чтобы он эффективно работал в нашей области. Спасибо. Спасибо вам, Наталья Павловна, за эту интересную беседу. Ну а прямо сейчас прервемся буквально на 10 минут. Корреспонденты расскажут самые интересные, полезные и важные новости. Через 10 минут встретимся здесь. Спасибо, что смотрите «Наше утро» вместе с нами. Ну а сейчас настало время творчества. И наш самый творческий ведущий Ростислав Азизов побывал в цирке и в буквальном смысле слова встал на катушке. А что это за катушки такие? И удалось ли ему устоять на них, расскажет Ростислав прямо сейчас в рубрике «Мастерская». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Егор, привет. Здравствуйте. Как твое настроение? Настроение отлично. Расскажи, а как называется этот вид циркового искусства? Что ты сейчас нам продемонстрировал? Этот жанр называется эквилибр на катушках. Его суть заключается в том, что нужно устоять на объектах цилиндрической формы, которые называются катушки. И здесь нужно держать баланс. На скольких катушках ты держишь сейчас баланс к данному дню? Ну, совсем недавно я наработал баланс на пяти катушках, а вообще совсем недавно я начал делать проходку через кольцо на пяти катушках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы увидели фрагмент твоего выступления на сцене. Скажи вообще, тебе не страшно это делать? Конечно, страшно. Особенно, когда, если получается не с первого раза, зрители начинают тебя поддерживать, чувствуешь вот эту интригу. Получится, не получится. И очень страшно. И вот эти эмоции, когда ты все-таки делаешь этот трюк, это счастье. А как давно ты работаешь этот номер? Ну, можно сказать, что с самого начала, когда я начал серьезно заниматься в цирке, шесть лет. Шесть лет? А он же постоянно трансформируется, что-то новое добавляется. Уже не всегда одинаковый. Конечно. Постоянно добавляются какие-то новые трюки. Что самое сложное в катушках? Самое сложное – это заставить себя работать. Остальное уже будет просто. Если нравится жанр, то можно уже легко его отработать. Как ты думаешь, мы сможем заставить меня сегодня встать хотя бы на одну катушку? Я думаю, на земле хотя бы для начала. Ну, постараемся. С чего начнем? С одной катушки на полу. Ну, пойдем. Для начала нужно поставить катушку посередине. Потом досточку. Найти центр. И потом поставить сначала одну ногу, взяться за другую сразу, найти центр тяжести между рукой и ногой, чтобы сбалансировать досточку, чтобы можно было поднять ногу. И поставить ногу, которая была на полу, на досточку, отпустить эту руку, взяться за другую и нарабатывать. Ну вот и все. Так нужно продержаться хотя бы минуту. Попробуйте? Ну, что ж мне остается делать. Конечно, попробую. Попробую. Начинаем. Сначала нужно поставить по центру катушку, сверху на нее досточку, по центру. Потом поставить одну ногу. Так, легко говорить. Ага. И другой рукой надо балансировать, чтобы найти центр тяжести. Вот, да. Вот, сначала попробовать чуть-чуть. Значит, надо правой рукой чуть-чуть побольше. Правой, да? А можно правой? Да, можно любой, какой удобнее. И поставить ногу левую. И подниматься вверх. Это весьма непривычное ощущение, хочу признаться. Потому что дрожь в ногах не дает покоя. Скажи, а можно ли вообще вот отпустить руки и попробовать свои силы? Вдруг получится. Ну, в принципе, можно, но только недалеко от того. В любой момент можно упасть. Итак, смертельный номер. Ну, как бы получается, но страшно. Ну, хорошо. Хорошо-то хорошо. А как теперь сойти с этих катушек, скажи, пожалуйста? Ну, сначала нужно опуститься почти в полный присед. Потом поставить одну из рук на свободное место с краю. И ногу ближнюю к этой руке поставить на пол. Продолжать держать баланс. Это сложно. Все хорошо. Ну, что ж, Егор, спасибо тебе огромное, что ты сегодня рассказал нам несколько секретов. Я надеюсь, что некоторые мальчишки захотят прийти в цирка, попробовать себя. И, возможно, у вас так же получится, как и у Егора. Егор, тебе всего самого наилучшего желаю, чтобы тебе удалось встать не только на пять катушек, но на все десять. Спасибо тебе большое. Удачи. Спасибо вам. Пока. До свидания. Ну, а вы продолжайте смотреть нашу программу. Мы знаем, куда теперь отправить нашего Ростислава в следующий раз в студию к нашему сегодняшнему гостю, к танцору Руслану Куликову. Руслан, приветствую. Рады видеть вас. Добрый день. Руслан, доброе утро. Мы знаем о том, что у вас есть некая такая лаборатория танца. Правильно? Да, все верно. Что это такое? Я себе представляю всегда лабораторию. Это пробирочки, скляночки. Пробирочки, химикаты. Что же вы там такое химичите с танцами? Расскажите. Ну, именно поэтому и названа лаборатория танца у нас. Пробирочки, скляночки. То есть все таки есть. Да, все таки есть. Но есть уже ребята, которые давно занимаются танцами. И, к сожалению, благовеческий уровень танцевальный, урбанистических танцев, как хип-хоп, брейк-данс и прочее, не так развяз, как, допустим, в Москве. И лаборатория танца создан этот проект для того, чтобы мы привозили с Москвы, с Владивостока и с прочих городов уже профессиональных танцоров. Кстати, 19 января мы привозим к нам Дмитрия Ренера, кадет с города Москвы. На серию мастер-класс, может быть, кто-то видел фильм «Битва», вот сейчас шоу. И, насколько я знаю, он был главным дублером актера. Руслан, то есть получает совершенно разные стили. Да, да. Я правильно понимаю. Да, да. То есть у нас там и брейк-данс, хип-хоп, дэнс-холл, вок, вакинг. То есть огромное количество танцевальных направлений. Сколько непонятных слов для меня лично, но... Я вижу, как будто вы на другом языке со мной поговорили. Ну, кстати, по поводу других языков, я не то чтобы приписываю нас к каким-то пожилым людям, но каков возрастной уровень ваших посетителей вашей лаборатории? Молодые или есть люди, которые, ну, прямо уже в возрасте и понимают, что такое вокинг-хоп и все такое прочее? Да, у нас в основе молодые ребята, ну, примерно до 25 лет ходят непосредственно. Это те люди, кто хотят профессионально именно развиваться в данных направлениях. То есть это не просто «я пришел, чтобы научиться танцевать», для того, чтобы я пришел, хочу научиться танцевать. У нас существует студия «Танца Ритм», и, собственно говоря, где все наши педагоги, они и обучают танцам. То есть мы и проводим отчетные концерты, и точно так же обучаем с самого нуля ребят. Непосредственно лаборатория танца, она создана для того, чтобы уже получали определенный профессиональный рост танцора, которые уже давно занимаются этим. Это как мастер-классы, да, постоянно? Вы занимаетесь именно обучением? Да, мастер-классы, воркшопы как раз для того, чтобы... Если этот рост профессиональный потом где-то используется, я к тому, что вы готовитесь к каким-то, может быть, соревнованиям, которые вы там приезжаете и защищаете в честь вашей лаборатории, нашего города? Как раз вот в ноябре наша студия в составе трех команд выезжает во Владивосток на... Это уже можно назвать международным фестивалем. Даже так. Да, онлитоп, и будем уже там участвовать. Намерены занять место. Руслан, значит, я вот... Я захотел тоже попробовать, честно признаться, чему-то. Ну, я предлагаю сейчас немножечко прерваться, очистить студию и потанцевать. Руслан, кстати говоря, вы сами танцуете? Естественно. Сейчас мы посмотрим, как вы танцуете, да, и посмотрим, как мы это будем делать. Буквально через несколько секунд снова здесь встречаемся, будем танцевать. Ну, а мы продолжаем. Наша студия преобразилась, и мы готовы, друзья, с вами сейчас немножко размяться и потанцевать. Руслан, покажи, пожалуйста, ну, самый модный сейчас, наверное, танец в ночных клубах, где-то на дискотеках, как угодно, ну, вот, который мог бы изобразить. Ну, а мы попытаемся повторить за Русланом. Нет, мы повторим в следующий раз. Другое что-нибудь. Другое что-нибудь. Самое такое, писк моды, но у нас в клубах танцуют вот так. О, ну, это же легко. Я думала, что это тяжело. И у нас в клубах так же танцует. Ну, допустим, в Лос-Анджерсе и в прочих местах танцуют в основе... То есть это такой брейк-данс чем-то... Это, да, брейк-данс на мизинце, как говорится. Я такое не повторю, я это смогу. Это все, шутки шутками. Но это хип-хоп. То есть это самый стандартный вид хип-хопа. Хип-хоп это social dance. Я даже не буду пытаться. Хип-хоп это social dance. Social dance это, ребята. Social dance. Это социальный танец. Почему? Потому что его танцуют абсолютно все. Вот у нас в детском садике учат... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-та-та-та-та-та-та. А еще на танцующих пути. Ничего себе, это в детском садике. Это великий Тарантино. Да. У меня брат живет в Лос-Анджелесе сам по себе. И когда он приходил на какие-то вечеринки или еще... Там все танцуют вот так. Ух ты. То есть это basic move хип-хопа. Во-первых, друзья, впереди новогодние корпоративы. Если вы хотите выглядеть отлично и модно, можно уже начинать вот это вот так. А мне кажется, это танец утра. Умываемся, промываем, умываем, щечки моем, ручки моем. И вот так, ушки не забыть, ушки не забыть. Смешные какие-то названия есть у танцев? Вот это называется Gucci. А почему это называется Gucci? Если честно, это очень долгая история. И у нас совершенно мало времени. Поэтому мы их не узнаем. Да. И сейчас новое движение в тренде называется Gangsta Walk. Не Gangsta, а Gangsta Walk. Мне кажется, это для нас подходит. Да, да, да. И выглядит оно вот так вот. Беру свои слова обратно. Для нас это не совсем подходит. Давай попробуем. Но давай попробуем. Давайте, давайте, давайте. Главное, голова, да? Голова, рука на месте, рука на месте. Ножки. Ножки просто по очереди. И с каждым шагом вы сунуетесь ниже, 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 ниже. Ой, мамочки. Мне кажется, Танец воинов какой-то. Вот нападать можно вот так вот целой армией. Ну, это что-то типа как Дэнс Холла. А что-то ты говорил про смурфики. Мы... О, да, кстати, да. Да, есть движение, Смерт называется. Пошло из мультиков смурфики. Да. Все смотрели мультики смурфики. Коленочки просто приседают потихонечку. Корпус немножко уходит назад. Уходит немножко назад. Грудь или живот? Ну... Вперед? Это камни. Да, да. Живот можно вперед. Это финансовая будучка безопасности. А руки, они просто делают кружок вперед и опускаются вниз. Кружок и опускаются вниз. И да, и мы, и мы все вместе делаем. Ух ты! Кружочек, вот это мне нравится. Друзья, вы присоединяете. Давайте вместе с нами. Да, в зарядке. Мы готовы быть модными. И главное, что мы уже размялись под утро. Чего и вам желаем. Нам остается напомнить, что после эфира нашего утра на областном телеканале вы сможете увидеть еще очень много интересных телепрограмм. Вечером смотрите новости экономики. Елена Шеломенцева расскажет о бизнес-миссии предпринимателей из Японии. О тех условиях, на которых можно будет попасть в бизнес-инкубатор стартаперам. А еще будет мастер-класс от банкиров. Как использовать денежную обрезь. В 20.35 в эфир выйдет область спорта. Обзор спортивных событий, выходных. Это тренинги по баскетболу, соревнования по каратэ и многое другое. Вечером на нашем канале несколько серий программы «Медиабезопасность». Она создана при поддержке АМГУ и будет интересна молодым людям. Наш корреспондент доходчиво объясняет, как не попасть в ловушку мошенников в социальных сетях и как интернет сделать своим союзникам, а не противникам. А важным просто. И это утро провели с вами мы, Надежда Пархунова и Андрей Добрый. Ну а завтра утро с вами встретят Яна Лисовая и Алексей Шевченко. Ну и мы с вами на этой приятной ноте прощаемся и напоминаем про конкурс «Поздравь АО ТВ». Шлите свои видеозаписи, стихи, танцевальные какие-то поздравления, потому что у нас все-таки есть повод 10 лет Амурскому областному. На наш номер в WhatsApp редакционный 8-914-596-40-40. И выставляйте в социальных сетях с хештегом «Поздравь АО ТВ». Обязательно за ваши замечательные подарки вы будете получать призы и подарки уже от нас. Ну а мы желаем вам хорошего утра и замечательного дня. Всего самого хорошего. Пока-пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»